Кролики Здравствуйте! Сегодня разговор у нас пойдет об одном еще представителе грызунов, это кролики. Кролики это, наверное, сейчас в данный промежуток времени, самые востребованные, самые покупаемые животные. На сегодняшний день выведено достаточно много пород кроликов, которые есть ангорские кролики, есть веслоухие, есть пятнистые, ну великое множество. То есть выбор остается за вами. Но помните, все-таки кролик это не просто представитель такой безобидный. Здесь есть много таких нюансов, о которых я вам сегодня расскажу. Прежде чем купить маленького друга и принести его в свой дом, вы должны продумать, где же будет жить ваш питомец. Будет это клетка или это будет вольер. Помните, что средняя масса кролика декоративного составляет 1,5 кг. Некоторые породы доводят до 2 кг. Если в вашей квартире позволяет место, то, конечно, лучше оборудовать кролику вольер. Приблизительный размер вольера должен составлять где-то 1,5 на 1,5. Это, конечно, идеальный лист. Но если у вас места не хватает, то можно пойти путем, поселив друга в клетку. Итак, вы решили остановить свой выбор на клетке. Что вы должны помнить? Клетка должна иметь высокий поддон. Это первое. Размер клетки должен быть не менее метра, ну или минимум 0,7-0,7 сантиметров. Это минимальный. Помните, ширина должна не меньше 50 быть. Клетка должна быть оборудована обязательно домиком. Так как в живой природе кролики живут в норках. Поэтому для того, чтобы кролик во время сна чувствовал себя спокойно, это будет домик, сделанный своими руками или сделанный промышленным путем. Если вы решили изготовить домик своими руками, то это может быть какая-то картонная коробка, в которой вы вырежете отверстие. И размер этой картонной коробки, не обязательно делать вот таких размеров, размер клетки. Он может занимать расстояние где-то, ну, 25 на 25 сантиметров. Чего не должно быть в клетке, это точно решетчатого дна. Кролики этого не выносят. Дно в клетке должно быть обязательно вот такое гладкое. Это обязательно условие. Кролики большие частюли. И в клетке должен быть обязательно туалет. Нельзя клетку полностью выстилать наполнителем для туалетов, иначе он просто будет гадить везде. Кролики достаточно быстро приучаются ходить в одно и то же место. Поэтому я советую вам оборудовать клетку вот таким специальным лоточком. Наши, опять-таки, производители о нас позаботились. Приготовили вот такой лоточек, который специально размещается в клетку, вот так в уголочек, что очень удобно. Установив туалет в уголочек, прикрепив, мы должны насыпать туда содержимое. Я рекомендую вам. Конечно, можно пойти разными путями. Можно положить вот такие подстилки, которые очень часто используют для чихуахуа. То есть они гелевые, впитывающие, великолепно себя зарекомендовали. Но все-таки, честно говоря, по опыту я могу сказать, что лучше всего использовать вот такой вот древесный наполнитель специально для грызунов. Подчеркиваю, специально для грызунов. Когда я рассказывала про морскую свинку, мне задали вопрос, можно ли, разве можно использовать наполнитель древесный для грызунов? Он же повредит лапки. Ни в коем образом. Гранулы настолько мелкие, легко поддаются раскрашиванию. Поэтому вот, вы знаете, вреда животному они никоим образом не принесут. Что именно наполнитель для грызунов. Дело в том, что здесь гранулы настолько мелкие и настолько хрупкие, то есть при легком нажатии они превращаются в достаточно маленькую фракцию. Что, вы знаете, никак не повредит животному. Так, что еще должно быть обязательно в клетке? А, да, еще хотела сказать. Если вы вдруг не нашли вот такой лоток, который очень удобен, что он места мало занимает, можно, конечно, пойти вот таким путем. Купить лоточек для котят. Можно и так. Маленький, он займет не так много места. Тоже подходит такой лоток. Что еще важно? Поилка. Поилка должна быть капельного. Капельная. И размещаться тоже на стенках клетки. Чтобы не занимать лишнее место. Это раз. Далее. Миска. Миска тоже очень важная часть оборудования клетки. Значит, бывают миски, которые алюминиевые, нержавеющие стали, которые можно крепить на клетку. Вот сейчас они просто у меня закончились, эти клетки, такие мисочки. Они крепятся путем навешивания на прутье в клетке. И тоже очень удобны тем, что не занимает места. Если у вас таких нет, можно пойти другим путем. Купить вот такую керамическую миску. Помните, миска должна быть тяжелой. Кролики, хитрюги, берут миску и стучат ей по клетку. Как коррестанты, честное слово. Но помните, что миска, значит, должна тяжелой быть. Не обязательно должна быть большая. Главное, чтобы она была удобной. То есть не с вычеркченными бортами, чтобы животному достаточно было удобно из нее покушать. Дальше. Кролики грызуны. Поэтому они всегда грызут. Всегда. Если вы не придумаете, что ему грызть, он будет грызть все подряд, все, что попадается ему под руку. Поэтому мой вам совет. Разместите в клетке, ну вот, например, древесные палочки, плодовых деревьев, хвойных пород. Хвойных пород они, кстати, тоже очень любят. Можно разместить, если не нашли древесные палочки, можно вот такие камушки придумать. Специальные тоже для грызунов. Крепится они удобно. Здесь вот крепление. Размещаем на клетку. Грызун счастлив, вы тем более. Натуральный слонец тоже. Один из вариантов для грызунов. Далее, о чем вы должны еще помнить. Кролики. Вы знаете, они, в общем, честно говоря, очень удивительные. В отличие от морской свинки, они более умные. Они поддаются дрессировке. То есть, их можно приучить к лотку. Первое. Они знают своего хозяина, помнят его и к нему привязываются. То есть, если вы часто ездите в командировки, то тогда откажитесь от покупки этого друга. Кролики очень любят играть. Вот, ну, удивительно, но факт. Значит, для того, чтобы ваш питомец не грустил, когда вы уходите на работу или вам некогда заниматься ему, придумайте ему игрушки. Игрушки могут быть разные. Ну, вот даже с простейшего вот такого шарика, внутри которого погремушка какая-то спрятанная. Или же вы можете сделать своими руками какую-то картоновую коробочку маленькую, склеить, нарезать на полосочки и туда какую-нибудь тоже погремушку засунуть. Ну, вариантов много. Наши производители опять, в общем-то, облегчили вам путь решения этой проблемы. То есть, на рынке достаточно много представлено игрушек. Так, это что про игрушки. Дальше. Значит, еще что у тебя должна оборудована быть клетка? Это лоточек для сена. Ну, вот в моей клетке нет этого. А вообще так, специальный отсек есть для сена. Если вдруг клетки не оборудованы таким, таким вот отсеком, опять-таки же, производители позаботились об этом. Вариантов великое множество. Ну, мне больше всего понравилось такое, знаете, есть разновидность колесик. Ну, мне сейчас негде его показать. Колесико, которое такое решетчатое, в него можно заполнять сеном. Оно крутится, это как игрушка. И в то же время кролик оттуда тягает сено. И игрушка, и еда в одном. Три в одном. Так, еще что. Значит, чистюль. Кролики чистюли. Могу сказать одно. Если вы вдруг решили убираться у кролика раз в неделю, во-первых, запах по квартире будет ужасным. Это я вам точно говорю. Во-вторых, они будут страдать. То есть они настолько чистюли, что они вообще не могут, даже если вы лоточка не поменяли на следующий день, то он просто не пойдет туда больше. Поэтому, помните, лоток моем каждый день, убираемся каждый день, железно. Миску моем каждый день. Клетку, генеральную уборку, мы делаем раз в месяц. Производители опять им спасибо большое, опять с плюсом им. Значит, что они придумали? Мистер Фреш, ликвидатор запаха для клеток. Класс. Работает замечательно. Брызгаем, запаха не будет гарантирую, 100%. Чем мыть? Значит, чем мы моем клетку? Ну, мыть можно разным путем. Помните, что точно чем нельзя мыть? Порошком, средством для мытья посуды, хлоркой, дальше, ну, всеми веществами, которые резко пахнут. Нельзя это точно. Во-первых, у него могут возникнуть аллергические реакции. Во-вторых, он просто, если вы помойте лоток, он просто может туда не пойти. Вот. Поэтому, опять-таки, мистер Фреш, спасибо ему, приготовил вот такую жидкость. Она называется для мытья полов. Но могу по опыту сказать, что клетки мыть тоже одно удовольствие. Так что вот не изобретайте, как говорится, велосипед. Пользуйтесь уже вот проверенными средствами. Это точно работает. И вы просто скажете спасибо. Да, еще что хочу сказать. Значит, все мы по клетке поговорили, что должно быть. Значит, что вы должны сделать. Когда вы размещаете клетку, помните, что кролик не выносит совсем сквозняков. Иначе он у вас будет болеть. И еще что он не выносит, это высоких температур. То есть, и знаете, как, чтобы было в комнате душно. То есть, средняя температура содержания кролика, это 20 градусов. Что вы должны помнить. Размещать около отопительных приборов клетку нельзя. На санцепеке размещать клетку нельзя. Это вот правила такие, которые должны быть обязательно соблюдены. Чем кормить, как ухаживать, какие болезни бывают. И обо всем другом интересном я расскажу вам в следующем ролике. А пока я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. Пока.